10 тысяч гидрантов, помощь погорельцам. Специалисты проверяют технику и водные источники. Сейчас около 700 гидрантов непригодны для тушения пожаров. Это показал недавний рейд служб МЧС. По горячим следам пожарных прошла и Полина Федюк. Как геологи на разведке и тоже в поисках воды, пожарный доступ гидрант вынужден раскапывать из-под груд мусора. Вот только в момент возгорания у борцов с огнем, в отличие от исследователей почвы, на счету каждая секунда. Пожарный гидрант находится в исправном состоянии, однако колодец пожарного гидранта засыпан мусором. Мусор в колодце может привести к тому, что через какое-то время пожарный гидрант приведет в неисправное состояние. За минуту две с половиной осталось где-то литров семьсот, не больше. Пожарная машина приехала без воды. Такие нарекания на службу спасения от жителей поступают чуть ли не после каждого тушения огня. А по сути запасов воды у пожарных хватает лишь на несколько минут. Трех тонн воды, как и не бывало, пожарные наглядно сегодня демонстрируют, что без дополнительного водного источника справиться с огнем невозможно. При развившемся пожаре обычно подается как минимум три ствола и более. То есть, если посчитать, запасов воды в автоцерне нам хватит на три минуты. Пожарные гидранты сотрудники МЧС проверяют дважды в год. Во многом только благодаря их технической исправности и удается предупредить быстрое распространение огня. Один из последних примеров – возгорание 3 мая жилого дома по улице Некрасова. Исправность пожарного гидранта послужила эффективностью тушения в данном случае. То есть, если бы гидрант находился бы на расстоянии 250-300 метров, то пришлось бы прокладывать магистральные линии. И это заняло определенное время. И пожар за это время принял бы крупные размеры. Всего по области почти 10 тысяч пожарных гидрантов. Часть стоит на балансе водоканала, часть относится к крупным заводам и предприятиям. Опасения же у пожарных вызывают бесхозные водные источники. Таковых только в Саратове почти 700. И уже установлено, что их большая половина технически неисправна. Поэтому в самый пожароопасный летний период рассчитывать на них саратовцам не приходится. Полина Федюк, Олег Захаровский, Алла Хрунова, Вести, Саратов.